Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового! И сегодня я бы хотела сделать проверку косметики из Диснейленда! Это просто потрясающе! Как вы знаете, совсем недавно я была в Японии, и что меня безумно сильно удивило при посещении их местного Диснейленда, это то, что там продается косметика. И я такая смотрю на эту косметику, а косметика смотрит на меня, и я понимаю, что это судьба. Бэм! Кстати, скорее всего, если вы смотрите меня долго, вы уже видели видео под названием «Проверка косметики из Диснея». Дело в том, что тогда я покупала косметику, которая была создана в коллаборации с Праймарком. Это европейский бренд одежды, что-то вроде H&M, который не представлен в России. И в момент моего посещения в Германии вышла как раз коллаборация Диснея и Праймарка, поэтому я это купила. Или Примарка, я не знаю, я до сих пор не выучила, как правильно считается название. Но в этот же раз я поехала в Диснейленд, увидела там косметоз, и такая «Не, ну, не, ну, надо, надо взять». Поэтому, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе обновления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Больше гламура! Сейчас я покажу вам, что я накупила. На самом деле, очень много всевозможных странных классных вещей. У меня есть палетка, типа от Ариэль. Вот так вот она выглядит. И если вы посмотрите на цвета, которые находятся внутри этой палетки, то они, мягко говоря, совсем не соответствуют Ариэль. Вообще к подводной тематике не относятся. Ладно, давайте оставим лирику в стороне, попробуем сделать классный повседневный макияж, который могла бы использовать, например, каждая девчонка при походе в школу или в универ при помощи вот этой вот косметики. Больше гламура! Кисти, которыми я буду носить тени, выглядят вот так. И вот это, на самом деле, мне кажется, еще гораздо более интересно, нежели чем сами по себе тени. Я выбрала обе кисти от Рапунцель. Первый комплект и второй комплект. Блин, чихаю. Короче, выглядят они вот так вот. Это такие тревел-наборы. И кисти сами по себе вот такие вот. Конечно же, они из синтетического... меха? Нет. Из синтетического борса. Правильно. И сейчас покажу вам вторую. Вот такая вот очень классная, удобная коробочка. Мне безумно нравится. Выглядит, мне кажется, просто потрясающе. Осталось еще, чтобы эти кисти сами по себе хорошими оказались. Как видите, это немного разные наборы. Здесь одни кисти представлены, здесь совершенно другие. Например, здесь нет для бровей, а здесь для бровей есть. Поэтому сейчас все будем тестировать. Кстати, какой комплект кистей вам нравится больше? Вот этот вот или вот этот? Мне, наверное, больше нравятся эти кисти, просто потому что я нахожу их для себя более полезными. Хотя с этой стороны здесь тоже они очень классные. Здесь есть для румян, для пудры, всевозможные кисти для контринга, кисть бочонок. А здесь же больше кистей для макияжа глаз, не считая вот эту вот кисть для пудры. Короче говоря, вообще нет слов. Давайте уже, наконец, приступим к теням. В качестве основного цвета я буду брать вот этот вот. Он такой персиково-коралловый. В принципе, я ныла на то, что нет каких-то подводных цветов, но вполне себе коралловый оттенок. Что было совершенно ожидаемо, цвет полупрозрачный. Поэтому я буду черпать его еще и еще, пока не появится. Теперь возьму соседний цвет и при помощи него буду растушевывать вот это все. Соседний это у нас тот, который находится в другой части палетки. На удивление, нежная растушевка получилась и цвета между собой даже неплохо сочетаются. Выглядят лучше, чем я рассчитывала. В качестве основного цвета я беру самый белый. Это, наверное, было правильное решение, потому что он максимально слабо пигментирован. И любой другой цвет, я уверена, был бы еще менее пигментирован. А так хоть какой-то эффект будет. Теперь выделю внешний уголок глаза. Самый темный коричневый беру. Также на нижний век тоже его нанесу. Я думаю, вы все видите сами, даже комментировать не нужно. Вердикт таков. Максимально естественная повседневная полупрозрачная палетка, которая может использоваться маленькими детьми. Ну, потому что она объективная. Ей очень сложно сделать что-то суперсложное. Если у вас нет супер какой-то классной базы, праймеров и т.п. и т.д., то эта палетка максимально безобидная. В принципе, ничего плохого. С палеткой все понятно. Теперь я хочу воспользоваться одним из вот таких вот украшений, чтобы убрать волосы от лица и использовать... Это была палка. Она светилась и она упала. Ну, как-то так и живем, да. Использую одно из украшений, чтобы убирать мои волосы. Большой бан. Я говорю, чтобы ты от меня ушла, а ты... Осторожно. Это уже контент из другой категории. А еще у меня есть вот такие вот ушки. Номер раз. Уши кролика а-ля Playboy. Все-таки мы в Японии, а это все там очень сильно любят. Но так как на самом деле это можно было припахать еще к Гуфе, то люди носили это как-то так. Эти или прошлые? Дальше буду ходить в этих, наверное. Может быть, я эти надену, я не знаю. Больше гламура. Подводка от Jasmine. Это очень круто, потому что внезапно подводка, да еще и от Jasmine, это настолько классно, что у меня нет слов. Смотрите, как она выглядит. Вот такая вот голубая подводка. Здесь принт, собственно, самой Jasmine и написано Love Liner. И написано, что также это Made in Japan. Что ж, я думаю, что подводка будет хорошей. Да, она максимально обычная подводка, в том плане, что она имеет цвет. Они полупрозрачные являются. И сейчас я буду рисовать стрелку на японский манер, то есть направленную вниз. Просто потому что другую я все еще не освоила, а эту я не сильно лажану. Так, ну здесь все просто. Рисуем стрелочку, которая направлена вниз. Ну, собственно, вот и стрелочка, которая направлена вниз. Я не знаю, нравятся вам такие стрелки или нет, но я нахожу их очень милыми, и мне они реально нравятся. Ну и плюс, если вы кривострелка жоп, то вам идеально зайдет такая техника, потому что она простейшая даже для таких, как я. Еще, кстати говоря, такие стрелки очень хорошо подходят тем, у кого нависшая века. Потому что, соответственно, никакого нависания на вашу стрелку не попадает, а вы спокойно ее рисуете. Ой, я испачкалась, придется убирать. Ловь, что я сделала. Ужас и непокорность. Подводка, в отличие от теней, мне понравилась безумно. У нее была очень удобная вот эта вот штука, которая рисует, кисточка. И сейчас я считаю необходимым наклеить ресницы. Эти, кстати, ресницы тоже будут из Primark, о котором я говорила в самом начале. Просто потому что ничего для ресниц я не нашла. А эти ресницы я как купила из моего недавнего путешествия в Германию, так они у меня остались лежать. И вот настало, собственно, время ресничного контента на Ютубе. К этим ресницам, к сожалению, не полагается клей. Но у меня есть вот такой вот клей, который я купила в Японии. Типа клей супер-мега-адской фиксации. Очень интересно его протестируют, поэтому при помощи этого клея сейчас я буду их оклеить. И открыла. Я выберу вот эти вот верхние ресницы, которые будут типа Ариэлевские, а эти типа идут Урсуловские. Ресничка. Мой глаз. Примерка. Как-то так. Наклейка. Очень странные ресницы, максимально сами по себе. Ужасно неудобно даже вот на этой этапе проклеиваться. Ну, я думаю, ощутимая разница. Это и это. Кстати, ресницы просто, по-моему, офигительные максимально. Что вы думаете? Мне прямо не очень нравятся. Сейчас повторяю. И да, вы заметили, что у меня получилось сделать это с первого раза? Я делаю прогресс. Честно говоря, что-то я как-то в шоке. Не пойму, это или клей хороший, или ресницы, хотя мне сразу не понравились. Раз, два, три, раз, два, три. 15 секунд ждем. Блин, ресницы просто офигенные. Что вы думаете? Напишите об этом в комменты. Я думаю, не стоит, да, говорить, что клей просто оказался нереально крутым. Он схватывается буквально за секунду. Я настолько классного клея не видела. Сейчас покажу вам, как он выглядит еще раз. Офигенный. В миллион раз лучше того клея, который у нас продается везде. Я думаю, вы понимаете, о чем речь. Вот этот вот. Он что-то вообще на фоне вот этого никакой. Дальше я хочу попробовать вот такие вот румяна. Честно говоря, это, наверное, будет самый странный продукт из Диснейленда, который я видела. Потому что эти румяна, они пудровые. То есть, вот знаете, есть пудра рассыпчатая, а это рассыпчатые румяна. Первый раз сталкиваюсь с таким, еще ни разу не видела. И что более странно, это то, что они выглядят вообще изначально вот так. Они в форме лепестков. Это лепестки. Вон они. Лол. Вот лепесток. Руки от него, кстати говоря, окрасились. Это радует. Знаете ли, кто трясет, тот делает, угадая ли сосай. Кстати, смотрите, угадая ли сосай. Не вижу, чтобы с этих цветов хоть что-то посыпалось. Хотя в магазине на Тестере там прям дофигища был румян. Предположим, вот моя кисть для румян. Предположим, это румяна. Предположим, я хочу их набрать. Что я должна для этого сделать? Я просто туда кисть засуну. Да вы сделаете. Если я и видела когда-то что-то странное, то я видела это. Это они слабо пигментированные, даже если саморозы красят. Хотя нет, ладно. Соврала. Блин! О, фак! Как это сейчас все растушевывать-то? Ё-моё. Ладно. Ладно, ладно. Румяна охрененные. Странные на максималках, но охрененные. Цвет очень приятный. Естественный румянец получился. Вам нравится такой формат румяна или все-таки он вас смущает? Что вы думаете по этому поводу? Напишите. Честно говоря, максимально неоднозначно, но продукт выглядит просто круто. И ради того, чтобы он был, можно бы его покупать. Если бы он еще продавался везде и не стоило таких бешеных денег. Такое. Больше гламура! У меня остались еще три вот такие вот помады. Помада от Мини Маус, помада от Рапунцель и помада от Риэль. Все помады максимально разные. Тут есть у меня помада, которая выглядит просто как обычная помада. Есть помада, которая выглядит как блеск. Это кремовая помада. И есть просто блеск для губ. Я предлагаю протестировать все, что здесь у меня есть, потому что нужно выбрать самое лучшее. И я даже не знаю, с чего начать. Кстати, упаковки безумно красивые. Мне очень нравится упаковка с Мини, мне очень нравится упаковка с Риэль. Она выглядит просто божественно. И упаковка с Рапунцель сама по себе не такая интересная. Но интересно здесь именно то, как эта помада расслаивается. Кстати, так и задумано. Это ничего, никакой не глюк. Она сначала идет розовая, потом вот здесь вот шиммерная, а здесь бордовая. Видимо, для того, чтобы цвет был наиболее насыщенный. Я предлагаю начать с самой легкой текстуры, то есть блеска, чтобы его проще всего было снять. И выглядит он вот так. Не имеет запаха вообще никакого. Когда ты ее вот так вот пихаешь, она, конечно, между собой перемешивается. Получается вроде как интересный легкий оттенок. Нет, никакого интересного легкого оттенка не получается. Он остается на помаде, на самой флайне, на стике. На губы не передается. Или у меня глючит, или мои губы просто стали прозрачного блеска. Что ж, помада от Рапунцель. Не могу сказать, что прозрачный кот сильное на меня впечатление. Я думаю, вы и сами видите. Обычная прозрачная помада блеск. Идеально будет просто для того, чтобы ее купить какой-то школьнице. Но только не той из категории ш-школьница. А школьница, так сказать, обыкновенная. У нас, видите ли, тут уже в мире школьница у нас уже. Школьница обыкновенная и ш-ш-топовая школьница. Какая сегодня школьница ты? Бэм, стираю. Хотя здесь остался такой очень легкий-легкий розовый оттенок, кстати говоря. На диске с мицелляркой. Я человек простой. Мицеллярку вытираю рукой. Но не рукавом. Следующая, наверное, у нас пойдет кремовая от Мини Маус. Помада, скорее всего, эта помада будет пигментированной. Потому что она, несмотря на то, что продалась в Диснее, идет в коллаборации с Таиланда. А с Таиланда это корейский магазин, на который я дико фапула в Корее. Он есть в моем корейском влоге, потому что это не магазин, это влиятья. Не знаю, что такое. Великолепие. Погнали. К слову о Корее, я сейчас туда опять лечу. Пахнет кокосом. Прикольно. Цвет интересный. Но уверена, что очень многие будут против такого оттенка. Наносится она тоже идеально. Ну, скажем так, мне такой цвет нравится. Но я знаю, что такого цвета есть очень много антифанатов. Потому что он ассоциируется с чем-то очень взрослым, с чем-то очень возрастным. Хотя сам по себе, мне кажется, цвет неплохой. Особенно если, наверное, его наносить не вот как я нанесла, а не полностью, а как тинт. То есть вот такая вот легкая растушевка, наверное, даст очень классный естественный оттеночек. Что ж, его теперь тоже снимаю. Ну ладно, вроде снялся. И теперь у нас идет последняя наша помада. Самая красивая по дизайну упаковки от Oriel. И выглядит эта помада действительно как цвет, который на губах у Oriel. Кстати, я делала видео, где делала переволочение в Oriel. И я не знаю, почему я говорю именно так. И что это за акцент. Цвет красивый. Видимо, этот цвет ориентировался уже на то, что будут покупать мамы. Ну или топовые школьницы. Они школьницы обыкновенные. Поэтому погнали. Пигментирован он сильно, совершенно не меньше, чем помада от Стайланды в коллабе с Диснеем. Выглядит очень клево. А сейчас я реально выгляжу как бабища из плейбоя. Ничего личного, это прекрасно. Ну, из второго плейбоя. Вот. Норм. Мне нравится. Останусь с этой помадой. Теперь, на самом деле, косметоз из Диснейленд закончился. Но у меня есть еще вот эта вот косметика от Диснея в коллабе с Аладдином. Помните, у них была весной. Я ни разу не пользовалась этим контрингом или этим бронзером. Я даже не знаю, что это конкретно такое. И вот сейчас, пользуясь случаем, раз у нас есть вот такая вот кисточка, хочу его в конце протестировать. И посмотреть, как он ляжет. По идее, он, конечно, должен сейчас делать всю косметику из Диснея. Ну, просто, блин, потому что это профессиональная косметика. Бля-я-я-ть. Короче, ясно-понятно. Это, это жесть. И хорошо, что это я решила делать в самом конце, потому что пигментация тут, ну да, серьезная вещма. Было бы прикольно, если бы в Диснея продавалась косметика МАК совместно с Диснеем серии. Что ж, мой итоговый макияж выглядит как-то так. Если честно, то я ожидала гораздо худшего от этой косметики. Напишите, как вы считаете, хорошая эта косметика или не очень. И, конечно же, ставьте ваши лайки, лоисы, классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Тык. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Смотрите мои прошлые видео из рубрики с Диснейлендом. И с Диснеем. И влог из Диснея тоже посмотрите. Блин, как много видео! Как бы он выглядел в реальной жизни, будь Эльза обычной девушкой. Следующим этапом я завяжу самую обычную объемную косичку.